Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать в этом виде канала снова. Меня зовут Юлия Прелла, и в сегодняшнем видео мы будем с вами делать деклатор или расхламление. Я попрошу прощения вас за то, что я долго не снимала видео, и у меня есть причина. Как вы видите, у меня немножко изменилась обстановка в моей бьюзи-комнате, и я, в общем, решила сделать это. Наверное, повлияла весна, хочется чего-то нового, и, в общем, это случилось. Мы сделали, по-моему, пару поездок в Икею точно. Три раза мы точно туда ездили, и, в общем, я вам покажу, что изменилось. Как вы можете видеть, у нас Alex Drawer. Изначально я купила такой высокий с девятью отсеками этот ящик, но потом, приехав домой, я поняла, что, наверное, будет слишком высоким и так далее. В общем, пришлось попотеть и вообще понять для себя, что я хочу, и именно поэтому у меня как-то, не знаю, не было мотивации записывать видео, такое тоже бывает. И вот я сейчас пытаюсь, пытаюсь, вообще, вернуться туда, откуда начинала. А также у меня появилась новая столешница, или, знаете, мой бьюти-трон, можно сказать так. Вот, я вам покажу это, скорее всего, сегодня. Ну, в общем, я довольна, и это дало мне гораздо больше мотивации снимать видео, мотивацию к тому, чтобы делать контент. Это здорово. Мне кажется, я еще не делала на этом канале расхламление палеток. Ну, в принципе, это очевидно, потому что я так недавно начала, и у меня так много косметики. Хотя для обычного человека, наверное, ее многовато. И я сейчас стала понимать, что я не хочу хранить косметику, которой я не пользуюсь, косметику, которая просто лежит и, ну, радует глаз, скажем так. Считаю, в коллекции должна быть косметика, которой ты пользуешься, во-первых, которая приносит тебе удовольствие, это второе. И третье, это, конечно, то, что косметика должна идти в дело. То есть, понятное дело, у меня, может быть, там, 500 палеток, но из них я использую всего лишь три. Срок годности у них уходит. В общем, потом их что выбрасывать, понимаете? Поэтому я считаю, что всегда нужно либо отдавать друзьям и знакомым, либо, естественно, отдавать это в благотворительной организации, потому что, таким образом, косметика получит ту самую любовь, которую не получила от тебя, она получит эту любовь от другого человека. Честно, мне немножко непривычно снимать под этим углом. Обычно я сижу вот так, но надеюсь, что смотрится неплохо. Так вот, также другой дисклеймер, как модно сейчас говорить. В общем, дисклеймер второй мой, это то, что я покупаю косметику для обзоров. Таким образом, можно сделать вывод, что YouTube это моя работа, хотя еще больше, как, наверное, хобби-работа, потому что, понятное дело, хоть у меня уже появилась монетизация, все дела, понятное дело, что денег, как таковых, их еще нет, понятное дело. Да, ребят, давайте я вам немножко покажу свою бьюти-комнату. Я знаю, что вы... Я вам обещала, вернее, не выпросила, я вам сама обещала показать ее, но в тот момент эта бьюти-комната не была бьюти-комнатой, то есть мне было не совсем комфортно в ней быть. И надо сказать, что за сколько? Наверное, месяца два у меня здесь было уже пять изменений, то есть настолько мне хочется вот, чтобы я когда сюда приходила, у меня было вдохновение, и мне хотелось творить. Вот это важно. В общем, вот так выглядит моя коллекция палеток теней, которые я выгребла из вот этого ящика. Мне он уже разнравился очень сильно, потому что неважно, сколько я буду наводить порядок, допустим, даже каждый день, все равно в конечном итоге все выглядит неряшливо и невозможно сделать так, чтобы все было в порядке постоянно. Поэтому мы решили, я решила, вернее, купить, приобрести вот такую полочку. Она состоит из пяти ящиков, и я уже даже ее немножко, кстати говоря, заполнила. Это, я думаю, мы оставим на другое видео. И также у нас еще вторая такая же полочка. Это Alex Drawer. Будет стоять у нас вот здесь, на месте вот этой пластиковой полочки. Да, такой план у нас. Ну что, ребята, вы готовы к моим говорящим рукам? Если да, так давайте начинать наше расслабление теней. Итак, первая палетка у меня от Вейна Госса, она достаточно старая. То есть это палетка, которая вышла, наверное, год назад, если не больше. И это его первая палетка, первые тени, с которыми он вышел, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И это супер обычная, классическая такая нюдовая палетка. Когда Вейн Госс с ней вышел, он сказал, что он ориентировался на то, чтобы эта палетка была легка в использовании, чтобы она очень легко расширывалась и так далее. То есть ничего такого, знаете, супер профессионального, как, допустим, некоторые палетки от Диноны. Это было очень интересно попробовать ее. Однако я не могу сказать, что она прям стала палеткой номер один, которую я пользуюсь, если я хочу сделать нюдовый макияж. Я скажу так, что оттенки в этой палетке, они очень обычные. Ничего в них нет такого прям вау. Однако в этом шиммере именно в нем очень интересный такой финиш. И, наверное, это тот самый оттенок, который мне больше всего нравится в этой палетке. Я очень долго думала насчет того, хочу ли я оставить ее себе или нет. И я думаю, что я, скорее всего, подарю ее маме, потому что это как раз-таки та формула и те оттенки, которые, я бы сказала, подойдут человеку, который, знаете, не так часто пользуется тенями для ежедневного макияжа. И я думаю, что моя мама будет очень рада использовать эту палетку для ее макияжа каждый день, возможно. Этот черный оттенок, кстати, он не очень прям хорошего качества. Он очень сухой и с ним, насколько я помню, не очень было легко работать. Да, вот так он выглядит. Такой угольный, я бы сказала, оттенок. Не могу сказать, что эта палетка вызывает мне какие-то, знаете, такие эмоции, восхищение. Эмоции такого типа, что я хочу тут же взять эту палетку и сделать макияж глаз в пользу ее, нет. Я думаю, что если вы только начинаете макияж или ваш путь в, знаете, этот мир косметики, то эта палетка будет идеальным выбором для новичка. И это была официально первая палетка, которую мы расхламили. Ура! Итак, у меня здесь очень много теней от худа, надо сказать, прям очень много. Начать я хочу, скорее всего, с ее маленьких палеток, которых у меня немало. Эта коллекция палеток вышла в прошлом году, я делала обзор, я делала макияж со всеми тремя. И сейчас, смотря на них, я даже не помню, когда я последний раз использовала их, если честно. Мне кажется, что из всех трех меня наиболее восхищают, скажем так, эти две палетки, потому что эта, которая называется у нас, по-моему, Sand Haze, она наиболее, ну, такая обычная, классическая. Я думаю, что если вы очень прям, у вас светлая-светлая кожа, то эта палетка, она очень хорошо дополнит ваш макияж. Но лично для меня, смотря на эту палетку, я не вижу себя, использующую ее каждый день, тем более у меня таких оттенков в моей коллекции, как мне кажется, достаточно. То есть я легко могу использовать любую другую палетку от другого бренда и быть счастливой. Я не знаю, мне кажется, что формула, она неплохая, но, как и у всех палеток-девяток, у этих палеток, знаете, раз на раз не приходится, я бы сказала так. В каких-то из них формула хорошая, в каких-то нет, поэтому эту я определенно буду расхламлять. Эти две я, скорее всего, оставлю. И вы знаете, вот эта палетка, которую называют у нас Haki, в ней, по-моему, вот самое интересное, это вот именно этот оттенок, вот он прям очень слощится хорошо, он как масляный. И мне кажется, что мне нужно чуть больше использовать ее, начать хотя бы, и посмотреть, останется ли она у меня фаворитом для ежедневного макияжа, поэтому я пока оставляю именно эти две. Эта палетка Nude Medium, по-моему, мы получали ее в каком-то бьюти-боксе, или я получала ее в адвен-календаре от Huda Beauty, до сих пор я не использовала ее, я не знаю почему, возможно, нужно начать, потому что меня очень привлекают вот эти два оттенка розовые, и мне кажется, что, так как я брошу любителей розовых оттенков, то это что-то, что мне должно понравиться, поэтому я, наверное, да, шиммеры здесь не очень прям такие восхитительные, я бы сказала так, а вот матовые, мне кажется, очень интересно. Давайте мне знать, ребят, если вы использовали эту палетку от Huda Nude Medium, и как она вам понравилась или нет, я думаю, что я хочу пока попользоваться ей, перед тем, как придаривать ее кому-то. С этими палетками Huda вышла буквально недавно, и надо сказать, что эта палетка Toffee Brown, она мне понравилась гораздо-гораздо больше, просто потому что в ней более интересная цветовая гамма, чем, например, в этой, это выглядит слишком обычной, мне кажется, такую цветовую гамму. У каждой девушки очень много в коллекции, но надо сказать, что вот именно шиммеры, они прям интересные, то есть это такой хороший золотой, красновато-золотистый, да, то есть они интересные, и, в общем, мне кажется, что... О, сейчас я, кстати, поняла, что, наверное, этот цвет будет также очень хорош с этим цветом, таким оранжевым цветом мандарина, и вот эта палетка, я прям от нее без ума, особенно этот желтый оттенок, он прям так и манит, если честно, и сейчас как раз-таки весна, время обновлений, время какого-то нового макияжа, новых техник макияжа, почему нет, и это то, что меня гораздо больше восхищает делать макияж каждый день, особенно если вы используете этот оттенок во внутреннем уголке глаза, и сделаете таким образом акцент на глазах, используя этот такой постельный, правильно, постельный же желтый оттенок, то это будет просто потрясающий макияж, у вас получится, поэтому я их оставляю пока, но мне кажется, что со временем я, не знаю, даже оставлю ли я ее в скором времени, или захочу избавиться от этой палетки, я думаю, что если бы я сейчас покупала эти новые палетки от Худо, я бы взяла, наверное, шоколадную палетку, потому что она, как мне кажется, наиболее смотрится, интересно, интереснее смотрится, чем Карамел Браун, так что да, эти мы оставляем, две большие палетки от Худо Бьюти, Ретроградный и Меркурий, это моя любовь, сейчас я почему-то гораздо больше к ней тянусь, чем раньше, мы получали ее в Бьюти, в адвент-календаре, по-моему, получали, да, точно, так же, как и ньют-медиум, и у меня иногда такая мысль возникает, они слишком, мне эта палетка дерзкая, но на самом деле, чем больше я ей пользуюсь, тем больше я понимаю ее, то есть мне определенно очень нравится использовать вот этот ряд оттенков, этот оттенок мне очень нравится также, и здесь просто потрясающие шиммеры, кстати, эта палетка была на распродаже, по-моему, на сайте Худо Бьюти, ее можно было купить за 30 долларов, тогда, как обычно, цена ее около 60, по-моему, долларов, посмотрите на этот потрясающий такой милый розовый оттенок, по-моему, здесь даже есть дуахромы, некоторые оттенки они дуахромят, мне очень нравится вот этот оттенок Galaxy, очень красивый золотистый, да, вот с шиммерами у Худо всегда было все хорошо, и мне кажется, она знаменита этим, этот оттенок белый, Super Moon, по-моему, называется, и хоть она выглядит очень странно в рефиле, он выглядит, знаете, как будто там много разных частичек, вот, но когда вы его наносите на веки, или свочите, он выглядит более однородно, вот как раз-таки он у нас дуахромит, очень красивый оттенок, потрясающий, любовь-любовь, и если вы мне спросите, например, какая палетка лучше с пастельными оттенками, правильно, пастельными, это от Худо или от Наташи Динона, ее триохром, я бы сказала, что это, потому что она гораздо более, как юзер-френдли, вот так вот, и эта палетка у нас Нотина, которую я также делала обзор, это палетка, как мне кажется, идеально на осень, осень, зима, вот такие почему-то у меня ассоциации с этой палеткой, здесь невероятно хорошие по качеству шиммеры, мне они нравятся, вот этот оттенок, кстати, который называется у нас Slippery, я им не пользуюсь никогда, слово вообще, здесь потрясающие вот эти вот такие медные шиммеры, мне они очень нравятся, и они действительно, действительно вдохновляют вас сделать какой-нибудь потрясающий макияж, видите, Худо очень любит использовать вот такие именно шиммеры, вот в таких темных медных оттенках, я бы сказала так, ну, в общем, да, эта палетка, она идеальна на осень, поэтому я пока ее оставлю, я не думаю, что в ближайшее время я захочу от этих двух избавляться. Вот другая палетка от Худо также, ее Gold, она была выпущена, по-моему, к годовщине ее бренда на сайте Beauty Bay, если не ошибаюсь, и сейчас я вот как-то в нее все больше влюбляюсь, если я хочу какой-нибудь, знаете, такой насыщенный, прям золотой, хороший, хорошо выглядящий макияж, то я буду использовать ее. Опять же, здесь невероятной красоты этот пастельный такой розовый, я не знаю, как он, я не знаю даже, как назвать этот оттенок, но он очень красивый, это 100%, и здесь у нас также невероятной красоты шиммеры, посмотрите на этот золотой шиммер, вау, вот это, вот такими должны быть шиммерами, шиммеры, не так ли? Вот это, я понимаю, вот это, кстати, шиммер, он немного суховатый, я бы сказала, так, не очень хорошо набирается, этот гораздо лучше, то есть, да, эта палетка, она прям такая, ух, мне кажется, идеально на какие-нибудь праздники, я бы сказала так, если вы будете использовать ее, то вы будете королевой баллы, это 100%, как я уже, наверное, сказала, я пока от нее не хочу избавляться, потому что мне нравится, когда у меня есть более-менее полная коллекция тени-от-худы. Время больших палеток. Первая палетка от Estate, это, по-моему, канадский бренд, если не ошибаюсь, они сделали коллаборацию с Biley Siren, если вы не смотрите Biley Siren на ютюбе, то вы многое пропускаете. Вчера она рассказывала про самого кровожадного человека в Голливуде, его зовут, по-моему, Чарльз, Чарльз какой-то там, я не помню, как его фамилия, но, в общем, если вы смотрели Once Upon a Time in Hollywood, Однажды в Голливуде, то вы знаете, о ком речь идет. Каждый понедельник она выпускает видео о разных интересных историях и интересных, в кавычках, о людях, и я купила эту палетку, потому что я тогда только, ну, знаете, узнавала о ней, о ее творчестве, она, кстати, делает потрясающие макияжи тоже, и вот она решила сделать коллаборацию с Estate. И надо сказать, что это неплохая палетка, я даже не помню, когда я последний раз ей пользовалась, если честно. Определенно, есть здесь оттенки, которые очень уникально выглядят. Например, вот этот оттенок, ну да, это, в принципе, такой, знаете, обычный сатин, я даже не могу сказать, что он какой-то... Да, хотя он, окей, у него хорошая пигментация, это факт. Так, этот оттенок... Такого оттенка у меня точно нет в моей коллекции. Этот оттенок, кстати, не очень прям хорошо сводчится, это факт. Она еще говорила, кстати, что можно использовать эти оттенки и на лицо, то есть вместо, допустим, румян или хайлайтера, хайлайтера. Я даже не знаю, пока что я обожаю ее творчество, и мне сложно избавиться от этой палетки. И я подумаю, если честно, я подумаю, потому что я не пользовалась ей очень долгое время. Далее палетка у нас от Naked Tutorials, и ее палетка, которая... И эта палетка, кстати, вышла на, по-моему, Beauty Bay, если я не ошибаюсь, Beauty Bay, по-моему, да? Я слышала очень много противоречивых отзывов об этой палетке. Здесь не очень хорошего качества шиммеры, которых здесь большое количество в этой палетке, но, однако, в этой палетке вы найдете одну из самых лучших формул для матовых оттенков. Я делала обзор на эту палетку также, и я, если честно, не помню, когда я последний раз, опять же, ей пользовалась. Я не знаю, потому что, наверное, эта палетка очень, так, знаете, она большая. Эта палетка, она очень большая, наверное, поэтому иногда ты думаешь... Есть палетки поменьше, которые даже, наверное, получше в качестве. Давайте посвочим вот этот потрясающий красный. Вау, вот этот пигмент. Вот это я понимаю. Этот мне очень нравится оттенок Slasher. Я обожаю такие бордовые оттенки. А вот шиммеры здесь... Вы знаете, этот шиммер, он очень даже неплох. То есть... Я видела очень много американских блогеров, ее как раз-таки расхомляли, выбрасывали. Я даже не знаю, я пока что не готова к этому, наверное. Вы знаете, нет. О, посмотрите, ребят, а что это за шиммер? Мне очень хочется... Вау, вы это видите, ребят? Вы это видите? О, боже, мне кажется... Да, он красиво смотрится, это факт. Интересно, пока что я подумаю над этим, но вполне возможно, что я еще пока оставлю ее. Палетка от Джеффри Стара, того самого скандального визажиста. И эта палетка просто мечта для тех, кто обожает нюдовые оттенки. Формула у этих матовых, она просто высший класс. Мне нравится, я иногда использую ее. Но, знаете, она такая большая, что иногда просто вот думаешь, блин, она большая. И иногда, наверное, вы понимаете меня, хочется использовать что-то вот вроде такого, чтобы накраситься. И мне кажется, размер этой палетки это конкретный минус. Но в плане качества эта палетка, она очень-очень хороша, поэтому мы ее оставляем. Чего не скажешь об этих двух палетках у Джеффри, опять же. То есть у него вышла эта большая палетка с матовыми. И у него вышла также отдельная палетка с шиммерами. Вот, да. Это та палетка, которая ко мне пришла в первый раз. Он потом ее отозвал. И, в общем, шиммеры здесь, они почти не набираются. Да, этот шиммер у меня полностью разбился, что очень странно. Я сейчас вам покажу разницу. Я даже сделала видео на эту палетку и сравнивала качество его новой и, в общем, старой, с которой он вышел в первый раз. То есть видна разница, наверное, да. Вот это первая палетка его старая, плохого качества. И это палетка нового качества. То есть я не могу сказать, что это та палетка, которая у меня тянется рука. Эти, кстати, оттенки, они полностью одинаковые, что очень интересно. В общем, я думаю, что, естественно, я избавлюсь от этой старой, потому что мне не нужно две одинаковые палетки. А эту я пока что оставлю, но мне исключено, что, возможно, позже я ее просто отдам. Далее мы видим эту маленькую палетку от бренда Illuminati. Я не слышала об этом бренде ни разу. Я получила эту маленькую палетку в Beauty Box от Ipsy. И я не планировала ее пользоваться. Просто потому что, мне кажется, таких цветов у меня очень много в моей коллекции. И она может обрести гораздо более любящий дом у кого-то другого. Но не у меня. Поэтому, да, ее мы отправляем на расхламление. То же самое касается и палетки от Lime Crime Venus 3. Хоть эта палетка и смотрится на миллион процентов, видно, что сделано все с душой и дизайн. И, в общем, не чувствуется, что это какая-то, знаете, дешевая картонная упаковка. Нет. На самом деле, к сожалению, качество теней этих оставляет желать лучшего. В особенности шиммеры. Они никак не набираются. Ну и, в общем, сами матовые оттенки, они здесь также не прям вау. И я смотрела сегодня расхламление одной американской блогерши. И она сказала, что она осталась недовольна этой палеткой. Ну, в общем, я поняла, наверное, почему я ее даже не начинала использовать. Я получала ее, кстати говоря, в, по-моему, в боксе Charm. Немножко печально, да. Но надеюсь, что когда-нибудь я попробую что-то действительно стоящее от Lime Crime Venus. Честно, это палетка в такой красивой розовой гамме. Это худшая палетка в розовой гамме, которую когда-либо пробовала. Почему? Потому что все вот эти такие яркие матовые оттенки, они оставляют след на веках. И неважно, на самом деле, какой праймер вы будете использовать для век. Все равно след будет держаться, наверное, дня три точно. И именно поэтому мне она не понравилась. То есть я не могу сказать так же, что качество матовых какое-то необычное. Ну, в общем, да, это такая посредственная палетка. Однако шиммеры в ней, они прям хорошие. То есть особенно вот этот розовый, он даже, по-моему, дуахромит у нас. Да, то есть шиммеры в ней, они огонь. Особенно вот этот. У-у-у, боже мой. Они еще прям масляные такие. Вау. Шиммеры, наверное, это то, что делает эту палетку 100%. Все-таки такие оттенки, которые оставляют этот тинт на ваших веках. Ну, это еще и плохо для кистей. Особенно если вы используете кисти, например, из натурального морса. Поэтому я, скорее всего, скажу пока-пока этой палетке, хоть мне и очень нравятся шиммеры в ней. В общем, да, прощаемся. Я думаю, что я хочу просто показать вам, что у меня есть от Диноны. И я, если честно, так и не созрела вот для того, чтобы избавиться от чего-либо. Меня определенно вдохновляет палетка Glam Palette. Наверное, та самая палетка, которая прогремела на YouTube, как на русском, так и на английском. Она потрясающая. Почему-то я долго ей не пользовалась. Возможно, стоит опять начать. Мне кажется, это потому, что сейчас мне нравятся больше такие натуральные оттенки. Типа вот нюдовые. Вот, кстати, Bronze Palette, да, это, конечно, я не знаю, must have. Если вы любите оттенки такого типа, то эта палетка вас не разочарует 100%. В ней хорошо все, от растушевки до нанесения. Шиммеры в ней просто потрясающие. Наверное, вот из всех, знаете, какой мне шиммер нравится? По-моему, это Silk, да. Потрясающий, потрясающий шиммер. Вот просто... Вау. Посмотрите на эту красоту. Да. И этот тоже, по-моему... Вау. Называется он у нас True Copper. Такая вот красота. Это мы оставляем. Палетка Triachrome. Это палетка, которую я уже прям начинаю использовать... Использовать... Испытывать чуть больше симпатии, чем я испытывала к ней, когда я только ее купила. Эта палетка идеальна, если вы любите оттенки такого типа. Так, зеркало у нас. То есть, да, оттенки здесь, конечно... Ну, они не такие, знаете, я бы сказала, легкие, когда ты видишь их в первый раз. Как, допустим, с палеткой от Huda Beauty, ретроградной Меркурии. Эта палетка не стоит своих денег, если вы хотите попробовать триохромы от Denone. Вот, они здесь, ну, не прям, знаете, вау. Это факт. Вам это любой скажет. То есть, три триохрома и, типа, 140 или 130 долларов, да. Вот так они смотрятся. Если вы любите триохромы, то обязательно возьмите парочку оттенков из ее жидких триохромов. Потому что эти триохромы, это, ну, знаете, это не то. Это не то пальто. О, боже, я сейчас вспомнила, мне кажется, вот эти два оттенка мои самые любимые. Потому что, ну, они, понятное дело, розовые, такие красивенькие. Это то, что я обычно использую именно этот ряд в этой палетке. Все остальные оттенки не так часто, потому что, ну, они прям слишком, я бы сказала, ну, такие необычные для меня. Не то, к чему я привыкла. Эта палетка у меня такая, знаете, для экспериментов с своим макияжем. Ее мы оставляем. Оставляем, конечно же, пришло время поговорить о мини-палетках от Диноны. Надо сказать, что, мне кажется, вот, о, я этой палеткой очень давно не пользовалась. Прям очень-очень давно. Я удивлена, что я забыла о ней, если честно. Этот оттенок, конечно, мой будет самым любимым, потому что он такой розовенький, пастельный, я бы сказала так. Этот шиммер, он тоже интересно выглядит, он даже немножко дуахромит. Красивая палетка, естественно, она идеальна на день влюбленных, как мне кажется. Эта палетка у нас называется мини-зандо палет. Я ее использую иногда. Я бы сказала, что когда дело доходит до маленьких палеток от Динона, я почему-то всегда возвращаюсь именно к этой палетке мини-нюд палет. Потрясающе идеальная палетка, если вы любите нюдовые оттенки и при этом хотите сделать макияж быстро и качественно. Вот этот шиммер, о боже, у меня тут уже такая дыра скоро будет. Вот один из самых любимых моих шиммеров, потому что он незаменим для меня. Я еще пока ни в одной палетке не видела такого потрясающего выглядящего, потрясающе красивого шиммера. Обожаю его и растушевывается эта палетка тоже неплохо. Кстати, она у меня скоро сломается, вот эта крышка, но ничего страшного. Удивление, самый темный оттенок в этой палетке, он очень и очень хорошо тушуется, поэтому я в восторге от нее. Пока не готова я избавляться от Динона, если честно. Эту палетку от Динона я получала в боксе Charmy пару месяцев назад. Это был, кстати, мой первый месяц, когда я была подписана на боксе Charmy. И называется она у нас Peak. Я помню, что я хотела ее, типа, расхламить, выкинуть. Сейчас, после просмотра парочки видео от американских бьюти-блогеров, я поняла, что эта палетка, она очень даже хороша на самом деле. Особенно вот эти более светлые матовые оттенки, они хороши для просто того, чтобы нанести их на все века. И, в общем, да, для легкого такого макияжа. И шиммер здесь тоже, надо сказать, очень даже неплохой. Ууу, какое сияние. Оставляем. Далее палетка от бренда E.Louise. Я не знакома с этим брендом, и я, кстати, получала эту палетку в боксе Charmy. По-моему, это было что-то вроде подарок при подписке на бьюти-бокс. Сколько бы я не смотрела на эту палетку, я не понимаю цветовую гамму этой палетки. Я не понимаю ее, и она меня не вдохновляет так же, что говорит о многом. Значит, что это просто не моя палетка. Я думаю, что она найдет любящего хозяина в другом доме, не здесь. Я думаю, что кто-то сможет сделать с этой палеткой потрясающие образы. Поэтому, да, от нее мы избавляемся. Палетка от Urban Decay Stone Wipes. Я на нее также делала обзоры, естественно. И я на днях смотрела обзор Therese's Dead. Я имею в виду не обзор, а расхламление ее. И она говорит, что эта палетка просто ужасна. Она какие кисти не использовала только. И синтетические, и из искусственного ворса все равно все не получается. То есть здесь очень плохие шиммеры по качеству якобы. И после этого видео я решила сделать макияж, используя эту палетку. И надо сказать, что мне понравилось. Понравилось качество этих шиммеров. Я не могу сказать, что они какие-то ужасные. Я использовала кисть из искусственного ворса от Morphe. И, в принципе, все очень даже хорошо накладывается. Я не могу сказать, что я как-то была расстроена. Да, наверное, вот матовые оттенки в этой палетке, они не прям самые классные в плане растушевки. Но этот более-менее хорош, лучше, чем самый темный, который называется у нас Third Eye. И, наверное, из всех оттенков я как-то больше предпочитаю использовать вот, наверное, вот этот, эти два ряда. Они как-то наиболее близки мне по вкусу. Вот. Ну, а так, в принципе, я пока что даже не знаю. Посмотрите, ребят, как красиво смотрятся эти шиммеры. Потрясающие, не так ли? Эта палетка, мне кажется, или она не так прям была популярна после запуска? Вот, я не знаю, после этой покупки Urban Decay я как-то смотрю на Urban Decay, на их новые запуски. И не понимаю, я не понимаю эстетику этого бренда. Хотя вот именно эта упаковка, в сравнении с их Wild West Palette, мне нравится чуть больше. Поэтому пока что я ее решила оставить там. Уууу, это у нас старый житель моей косметички. Палетка Narvina от Anastasia Beverly Hills. Я покупала ее в первый год, когда я праздновала здесь Новый год, когда я приехала в Штаты с моим, тогда еще парнем, а не мужем. И просто посмотрите, как много я использовала всего в этой палетке. Эта палетка была моя первая палетка, когда я приехала сюда. И у меня много с ней воспоминаний. Мне безумно нравился вот этот оттенок. Понятное дело, этот, этот тоже. Просто реально самый идеальный оттенок для того, чтобы нанести его на все веко. Просто муа. За последние пару месяцев, точно, не знаю, полгода я к ней ни разу не притронулась, потому что у меня есть палетки, ну, наверное, чуть получше качества. И именно поэтому я хочу сказать пока-пока ей. С ней было очень легко, приятно, определенно, легко работается, легко было работать с ней, хорошая формула, но, в общем, да, время пришло. Палетка от Lunar Beauty Eternal Eclipse. Я делала на нее обзор также, естественно. И просто посмотрите на то, как она выглядит. Шиммер в этой палетке, огонь. Особенно этот шиммер, который называется у нас Adamantium. И посмотрите на то, как он и свочится, и как он вообще переносится на руку. Вау, вот это какой-то, знаете, другой уровень шиммера. Я даже не знаю, что сказать еще. Потрясающе. Однако, однако, все остальные шиммеры, они, они нормальные, неплохие. То есть, этот шиммер, он вообще не такой пигментированный. Этот шиммер не такой пигментированный. То есть, да, мне кажется, это видно, что этот самый яркий. И, кстати, в этой палетке мне очень сильно понравился именно этот оттенок. Еще также розовый, естественно. Этот ряд, да. А все остальное, ну, не знаю, я просто не большой фанат, наверное, такого серого цвета в макияже. Но, наверное, знаете, что я хочу попользоваться ей чуть больше, ну, может, там, не знаю, неделю. И посмотреть на то, нужна ли она мне в моей коллекции или нет. Потому что все-таки это Менни Моа, и я ни разу ничего не покупала от него. И да, я хочу посмотреть на то, захочу ли я оставить ее или нет. У-у-у, палетка от Патрика Стара, One Size. Надо сказать, что когда он вышел с этой палеткой, повсюду была реклама о том, что он выходит с его линией макияжа. И в Инстаграме, на Трандмуде, и, в общем, на Ютьюбе он тоже сделал видео, где он рассказывает об этой палетке. Я была просто в огромном восторге. Я была в восхищении попробовать его палетку. Я не знаю, почему. Упаковка в этой палетке, она интересная. То есть не так часто мы видим такую вот упаковку, как бы скошенную, да. Первое, что мне понравилось, я думаю, это вот эти два оттенка. Оттенок Мачо, такой называется Мачо, такой как с зеленцой. И оттенок Оливковый. Вот. Если убрать вот эти два ряда в этой палетке, то она будет выглядеть очень обычно. Знаете, как любая другая нюдовая палетка. И, наверное, именно поэтому эта палетка так быстро, очень быстро ушла на распродажу, потому что, ну, не было спроса на нее. Я не знаю, цвета в ней, они безумно, в смысле, цвета, рефилы матовых оттенков в ней безумно сухие. То есть если вы знаете формулу Наташи Диноны, и вот вы используете эту палетку, то вы поймете, что, да, они пигментированы, но они сухие. И мне кажется, что если тени сухие, то это априори, наверное, может значить то, что они не так хорошо будут сводчатся. В общем, да, вот эти, ну, знаете, чисто такая обычная повседневная палетка, но, в принципе, он этого и хотел. Он хотел создать палетку, которая понравилась бы всем, и, в принципе, он это сделал. Но из-за скандала также с Rare Beauty, да, Селена Гомес, ее бренда, что вот он сравнивал, типа, его карандаш для глаз с ее, и говорил, что вот мой лучший, посмотрите на Селени, но он вообще не такой хороший. Ну, в принципе, можно сделать вывод о том, что, да, у него не очень прям стала хорошая репутация после этого. Да, и вообще, если вы посмотрите видео Ханны Глоу, как, Смоки Глоу, вот, там она говорила о Патрике Старе, то вы также можете многое понять из этого видео. Поэтому, да, я думаю, что я наигралась с ней вдоволь, и теперь я готова сказать пока-пока этой палетке, надеюсь, она облетет в лучший дом. Мне кажется, или я же вам рассказывала, что я хочу убрать эти палетки своей коллекции от Estée Lauder, или Estée Lauder, это очень такие, знаете, я бы сказала, базовые цвета, качество у них очень даже неплохое. Вот шиммер здесь очень хороший, то есть это, знаете, такая палетка, палетки, которые хороши на макияж на каждый день, и я думаю, что они обретут гораздо лучше дом. Кстати, мы получали их в, не в бьюти-боксе, а в этом новогоднем наборе от Estée Lauder, помните? Colourpop, у меня не так много палеток от Colourpop, я не знаю почему, может, потому что я как-то не прониклась им, и это такой бренд с очень быстрой модой на тренды, что-то у них выходит, ты заказываешь это, потом у них выходит другая коллекция, ты получаешь их старую коллекцию, а у них уже что-то вышло два раза, например, понимаете? Поэтому, да, как-то у меня так с Colourpop, это палетка Flutterby, я долго думала, что я хочу выбросить ее или передалить, посмотрев видео одной блогерши, она сказала, что эта палетка потрясающее сочетание холодных розовых оттенков, и я поняла, что действительно, да, эта палетка, она очень классная на самом деле. Я сегодня сделала ей макияж, кстати, используя вот этот оттенок, этот оттенок, не этот оттенок, и этот тоже, и мне понравилось определенно, да, эта палетка прям, она классная за такую цену, это очень хорошее качество. Вот этот оттенок, он, кстати, у нас доохром, что не может не радовать, да, доохромчик, и этот оттенок, он у нас является склеенным глиттером, я не любитель склеенных глиттеров, поэтому этому оттенку я не притрагиваюсь, вот, а так, в общем, в целом, я оставляю ее, потому что мне нравится вот этот ряд оттенков, за исключением этого, и этот оттенок, о боже, ребят. Этот розовый с вкраплением блесток, просто невероятно, невероятно красивущий оттенок, если, ребята, вы любите такого типа оттенки, и если вы не любите долго тушевать тени, то это тот оттенок, который вам понравится, эта палетка определенно остается у меня. Эта палетка от Colourpop, я покупала ее, по-моему, на день Святого Валентина года два назад, или год назад, называется она All That, и я даже не знаю, мне кажется, что это не та цветовая гамма, которая мне нравится, нет, вот эти красные, вот этот глиттер склеенный, нет, я как-то даже не чувствую, что я хочу что-то сделать с этой палеткой, если честно, поэтому я, скорее всего, буду избавляться от этой палетки. Следующая палетка Garden Variety, это был недавно их запуск, я делала обзор на эту палетку, и эта палетка мне очень нравится, надо сказать. Разноцветная, но она в меру разноцветная, то есть мне хочется сделать какой-нибудь интересный макияж, просто смотря на цвета в этой палетке, мне очень нравится вот зеленый, у меня нет ни одного зеленого в моей коллекции, у меня также нет такого типа оттенков с блестками, то есть просто посмотрите на них. Да, они очень уникальны, это определенно, и для меня, для моей коллекции эта палетка, она действительно уникальна, и я думаю, что я хочу оставить определенно, поэтому да. А, еще, кстати, этот оттенок горчичный, вау, я вам хотела показать его тоже. Этот оттенок называется у нас Stay Sharp, он не только пигментированный, каким он кажется в рефиле, но тем не менее он интересный, да, он интересно смотрится. Этот оттенок тоже, этот не очень, но, в общем, все остальные вот именно из-за шиммеров, я думаю, что я хочу оставить, мне нравится. Следующая мы видим палетку от Buxom White Russian, я, наверное, купила эту палетку, потому что о ней все говорили, типа, вот, Buxom, их новая палетка, она такая классная, ну, понятное дело, что это были больше как проплаченные отзывы, но, в общем, мне нравится румяна, в ней, вот, не отрицаю этого, они прям классные, мне нравится оттенок, то, что я люблю. Тени, они неплохие, да, у них хороший пигмент, но ничего необычного я не вижу в этой палетке, было бы здорово, если бы в ней было чуть больше матовых, чем таких вот сатиновых. Эти тени, кстати, очень вкусно пахнут, и сейчас вам покажу хотя бы свочи одного из них. Да, вот такой, знаете, обычный сатин, ничего необычного в нем нет, в общем, только из-за румян я ее оставляю, это то, чем я пользуюсь чаще всего, когда я использую эту палетку, поэтому это остается. Палетка от ELF Retro Paradise, это, наверное, была одной из моих первых палеток, на которые я сделала обзор, когда я начала только свой канал, это очень бюджетный бренд, но иногда, допустим, вчера я использовала вот этот красивый оттенок, и меня он впечатлил, то есть это прям, я бы сказала, одна из тех палеток от ELF, которая вот любителю люкса очень даже приглянулась. Посмотрите хотя бы на пигментацию этого оттенка, это, как знаете, такой дуахром, очень красиво, то есть это, наверное, моя вторая такая разноцветная палетка, все-таки всегда хорошо, когда у тебя в коллекции парочка есть таких вот разноцветных палеток, ну, реально, с пигментацией в этой палетке проблем нет, поэтому я думаю, что я оставлю ее, и я буду стараться использовать ее чуть чаще, по-моему, кстати, по-моему, вот этот оттенок Тропикана, он очень капризный, то есть, да, это как пастельный такой оттенок, но надо сказать, что он прям такой очень гладкий, в смысле гладкий, этот прям чувствуется таким, знаете, дорогим, как будто бы это что-то вроде Диноны, хоть это странно звучит или смешно, но извиняюсь, ребят, моя камера села, в общем, я хотела сказать то, что я оставляю ее и из-за воспоминаний, и, конечно, из-за того, насколько качественно она сделана. Дальше мы видим палетку от Per, их коллаборации с Барби, я делала обзор на всю коллекцию, я покупала всю коллекцию, даже уход за кожей, кстати, и я не знаю, эта палетка, она, знаете, мне кажется, больше как для коллекции, то есть, если вы коллекционируете какие-то интересно выглядящие палетки, то она вам понравится, это неплохая формула, но ничего больше сказать не могу, потому что сколько бы я не пользовалась ею, я каждый раз нахожу какие-то, ну, я не знаю, не очень прям хорошие стороны того, как эта палетка сделана, а именно качество шиммеров, шиммер очень посредственный, ну, единственное, что, конечно, мне нравится вот здесь эти розовые, этот оттенок и вот этот бордовый, вот, а так, в принципе, эта палетка, знаете, не представляет из себя ничего стоящего, ну, то есть, я не знаю, начально я прям была в большом восторге пробовать ее показать всем, что интересно, года два назад, наверное, или год назад Перер делала ту же самую коллаборацию с Барби, и их палетка, она не была в таких странных рефилах, она была в круглых рефилах, и этим, наверное, она и зацепила очень много людей. В этом же году я вообще не видела ни одного большого блогера, который бы сделал обзор на целую коллекцию Барби, ну, и коллаборации с Перер, как это было два года назад, поэтому я думаю, что пока я оставлю ее, я думаю, что пока я ее оставлю чисто для своей коллекции, потому что мне нравится, как она выглядит, очень красиво, и, в общем, да, если вы любите Барби, то вы бы, наверное, тоже не смогли просто так отказаться от этой палетки, не так ли? Мне кажется, я наконец-то нашла тот самый идеальный угол для съемки, ну, в общем, уже поздно, просто я все видео почти сняла, котик говорит нам привет. Я определенно оставляю эту палетку от корейского бренда Heimish, это бренд, который мне нравится не только палеткой своей, но еще и их бальзамом для смывания макияжа. В этой палетке, я не знаю, насколько вот прекрасен шиммер в этой палетке, это не описать. Это, знаете, наверное, один из самых таких интенсивных, суперсияющих шиммеров, которые я когда-либо пробовала в своей жизни, просто посмотрите на это. Может, он и свочится, ну, посредственно, но он смотрится невероятно ярко на глазах, и мне это безумно нравится. Если честно, все оттенки в этой палетке меня очень сильно привлекают, и когда я хочу сделать какой-нибудь такой легкий, естественный макияж, я беру именно эту палетку, и она мне нравится. Да, ну и оставляем. Эту палетку я получала в бьюти-боксе, и она очень красиво выглядит, прям действительно, произведение искусства, я бы сказала так. Очень красивые шиммеры в ней, и мне кажется, что я ее использовала, понятное дело, и, соответственно, я хочу понять еще, насколько она мне понравилась, потому что я не помню, поэтому оставлю ее. Иногда нужно вспомнить и понять, насколько палетка понравилась тебе или нет. Итак, следующие у нас жидкие тени, хотя нет, давайте начнем сначала с теней от Serena Gomez и ее Rare Beauty. Конечно же, эти тени я купила, когда была распродажа в Sephora, по-моему, это было год назад, и эти тени, они уникальны чем? Тем, что здесь только-только шиммер, ничего другого нет. Самый, наверное, красивый шиммер это вот этот вот, это дохром, прям реально дохром. О, потрясающе, потрясающе смотрится, свочится он, может быть, не так здорово, то есть он не такой насыщенный, но у него очень красивый перелив, мне это нравится. Я, кстати, забыла об этой палетке также. Я бы описала эти тени так, они очень сухие, когда ты пытаешься их свочить, и мне это не очень нравится, но этот оттенок розовый прям вау, круто-круто. Оранжевый, вы знаете, эта палетка, она чисто такая летняя, да, я даже не знаю, не помню, как она мне понравилась или нет, а эта, это та палетка, которая понравилась очень многим американским блогерам, больше, чем эта. Я не знаю, не понимаю, почему, потому что, наверное, она выглядит как-то интересней. Ну, да, такая цветная, знаете, палетка, сейчас вам посвочу ее. Красивый, зеленый очень, синий тоже очень пигментированный. Меня просто, наверное, не привлекают такие оттенки такого типа, поэтому я как-то не очень в восторге от них, вот. Мне кажется, что эта палетка определенно выигрывает на фоне этой. Возможно, я даже избавлюсь от этой палетки, которая называется у нас Confident Energy, да. Я не буду ее пользоваться все равно. А эту палетку я хочу все-таки оставить. Я определенно без вариантов оставляю свою палетку от Too Faced Pumpkin Spice, мне она нравится до сих пор, и, естественно, я обожаю вот такие розоватые оттенки. Это один из моих самых любимых рядов в этой палетке, поэтому... Почему я все время говорю о этой палетке? Это, наверное, один из немногих продуктов от Too Faced, в который я влюблена, можно сказать так, потому что нечасто я, покупав что-то от Too Faced, это становится моим фаворитом, поэтому ее мы оставляем. Еще немножко, ребят, пожалуйста, потерпите. Я знаю, что это видео может быть очень длинным, но я извиняюсь, потому что, ну, палеток накопилось много, я о них не говорила ни разу, но о том, что я хочу избавиться от них. Вот пришло время палетки от Mario, Makeup by Mario, наш визажист Mario. Это вообще ни разу не дешевая косметика, учитывая просто, как она упакована, то есть очень простая упаковка, пластик, нет ничего в ней, знаете, какого-то шикарного, дорогого, то есть, да, чисто пластик, но зато хороший очень магнит, это здорово. Я скажу вам так, что те, кто купил его вот эти палетки, они были разочарованы, насколько дешево они выглядят, но мне кажется, что он преследовал идею, наверное, сделать палетки, которые было бы легко носить с собой для тех, кто работает визажистами, возможно, поэтому, но, в общем, насчет этой палетки я слышала много неоднозначных отзывов, да, говорят, что матовые в ней прям не очень хорошо тушуются и так далее. Мне же, как ни странно, эта палетка очень даже зашла на дни, или в дни, в дни, когда я хочу сделать легкий, опять же, нюдовый макияж, я знаю, что это та палетка, которой я хочу пользоваться, то есть я могу использовать этот, этот оттенок, допустим, или этот, чтобы высветлить внутренний уголок глаза, и я знаю, что у меня все получится, то есть мне она нравится. Я считаю, что это хорошее, ну, не то, что прям идеально или отлично, это хорошая такая повседневная палетка, поэтому ее я оставляю определенно. Это неплохая палетка с шиммерами, но она просто хорошо идет с этой палеткой, поэтому, да, я думаю, что я хочу оставить ее. Кстати, шиммеры, они, знаете, они самые лучшие по форму, мне кажется, вот эти два очень похожи, только у них разный перелив. Это, кстати, палетка хороша тем, что в ней все оттенки вот шиммеров, которые только, ну, вам нужны, по идее, когда вы делаете макияж дневной, особенно используя вот эту матовую палетку, поэтому я определенно хочу их оставить пока что. Ну, а эта палетка с очень такими прям яркими, так, ух, шиммерами. Вот так это все смотрится, конечно, да, вау, какой... Я давно не свочила эту палетку, надо сказать, а вот этот синий цвет я вообще ни разу не использовала, как мне кажется. Ммм, интересно. Окей, я пока хочу это все оставить. Извиняюсь, я столько много говорила, что у меня аж голос мой подводит уже. На удивление, я недавно открыла заново эту палетку от Iconic London, и она вообще стоит 65 долларов в магазине Morphe. Она пришла ко мне полностью разбитая, я получала ее в адвент-календаре, не помню в каком. Она приехала ко мне вся разбитая, и долго она у меня лежала просто в ящике, и я не знала, что с ней делать, я думала, что я хочу ее выбросить, потому что она разбита. Но потом вдруг я в одном видео услышу, что кто-то использует палетку эту в другом, и начала использовать ее, и я влюбилась в то, как оттенки хорошо растушевываются, в цветовую гамму тоже. Я очень люблю использовать вот эти два оттенка, и, по-моему, вот этот шиммер я использовала. Потрясающе. Очень такие, знаете, масляные оттенки, то есть с ними очень легко работать, очень легко наносить их. Я не знаю, вот этот оттенок тоже мне очень нравится, кстати, да. Они не такие пигментированные, но, тем не менее, очень хорошо наслаиваются. Шиммер у нас выглядит примерно вот так. Питч Фаз. То есть она неплохая, она реально неплохая, и я рада, что я не выкинула ее, а решила дать ей второй шанс. Поэтому, да, ее я оставляю, потому что это как раз-таки моя другая палетка для ежедневного использования. Далее, две интересные палетки. Интересные почему? Потому что я точно знаю, что они мне не нравятся. Это палетка от NABLA Miami Lights. Сейчас у них вышла другая палетка в другой цветовой гамме, но в том же формате, то есть это глиттер. И это ужасно глиттер, потому что он крайне сложно фиксируется на глазах, и его очень, ну, короче, с ним сложно работать. И я не любитель, знаете, танцевать с бомбом, чтобы нанести тени такого типа, тем более глиттер. Нет, я хочу от нее избавиться прямо сейчас, хоть она и очень красиво смотрится. Такой интересный дизайн, и, я не знаю, эстетика в ней есть, но в плане полезности этой палетки, в плане того, как она работает, нет, эта палетка не стоит ваших денег, ребят. Палетка от нашей Miss Ariane Fenty Beauty. Я делала на нее обзор также. Ребят, вы видите, насколько эта палетка выглядит, я не знаю, безжизненной, сухой. Я даже сама держу в руках ее, и я не чувствую, что я дала за эту палетку, там, не знаю, 25 долларов, например. То есть, качество ужасное. Я даже не помню, когда последний раз ей пользовалась. И давайте я вам покажу шиммеры, чтобы вы понимали, с чем мы работаем. Первый, вот второй, и вот третий. Они, в принципе, пигментированы, но в них нет ничего необычного. В них нет блеска, сияния, то есть, нет. Эта палетка, может, хороша для тех, кто начинает знакомство с макияжем, но не для тех, кто знает разные формулы. Я знаю разные формулы разных брендов, поэтому, да, может быть, даже... Хотя, знаете, матовый здесь неплохой, он посредственный, да. Я даже не хочу больше использовать эту палетку, держать в руках ее, потому что она не доставляет удовольствия никакого. Наши последние более-менее большие палетки от Seat London. Я получала ее в Beauty Box. Я использовала ее один раз, и я не могу сказать, что я прям такая вау, какая палетка. Я не знаю, обычное качество, то есть, ничего прям такого сверх, естественного, я бы в ней не обнаружила, поэтому... Ну, хотя в ней очень даже хорошие такие нюдовые матовые оттенки на каждый день, но я не могу сказать, что я влюбилась в нее, поэтому я скажу пока-пока ей, да, 100%. О, эту палетку мы получали с вами в рассылке от YesStyle. Это действительно очень красивый розовый оттенок теней с блестками. С ними очень легко работать. Этот оттенок теней будет хорош на те дни, когда я, допустим, захочу взмахнуть своей кисточкой, нанести его просто одним слоем на веки и пойти гулять, наверное, так. Этот оттенок будет идеальным на дни, когда я захочу сделать какой-нибудь естественный натуральный макияж, поэтому я оставлю это. Я пока еще не наигралась этими тенями, поэтому оставляем. Сейчас все, что вы увидите, я точно знаю, я хочу избавиться от этого. Скорее всего, да, то есть это все мои такие однушки. Ну, это от Худо мы точно оставляем. Мы получали это в адвентной календаре. Худо Бьюти Matte and Metal. Очень красивые тени, они в розовом оттенке. Оставляю 100%. Я даже еще не напользовалась ими до конца, чтобы сказать им пока. А я, скорее всего, хочу сказать пока-пока вот этим теням. Я не большой любитель теней в такой формуле, наверное, поэтому не знаю, какой бренд. Я, в смысле, я знаю, что за бренд, но я не знаю, как он произносится, поэтому надеюсь, вы увидите, что это за бренд. Эти однушки от MAC мы получали в адвентной календаре от MAC также. Я хочу избавиться от них, потому что я не очень люблю пользоваться однушками, когда дело касается дневного макияжа. Это я получала, кстати, в Бьюти Боксе, и я, по-моему, даже посвочила один раз или даже нет. Это тени от бренда Mayel в оттенке Pink Diamond. Я думаю, что они найдут гораздо лучшего хозяина и лучший дом, чем я. Эти жидкие тени от бренда... от бренда... от певицы Halsey? Halsey? Я не знаю, как ее. И эти тени, я не помню, чтобы они мне прям понравились, чтобы они зашли мне, потому что это жидкая формула. Я не очень большой любитель жидкой формулы, поэтому... подумаю. Но, наверное, все-таки я избавлюсь от них. Эта я даже не открывала. Попалась мне в Бьюти Боксе также. Naked Cosmetics. Тени в рассыпчатой формуле. Нет, спасибо. Маленькие тени от бренда Иби. Я их даже не открывала. В оттенке... Yoga Pants. Окей. Эти у меня просроченные тени. Сто процентов они уже высохли полностью. И эти тени от бренда Giusephine я хочу оставить, потому что я помню, что они очень красивого оттенка. Да, это что-то вроде, знаете, Huda. Посмотрите. О, да, я помню, что они очень красиво смотрятся. Это я оставлю, скорее всего. Последнее, что у нас осталось на сегодня, это жидкие тени от Наташи Диноны и от Elf. Ребята, если вы не пробовали еще тени жидкие от Elf из их коллекции Retro Paradise, то вы многие пропускаете. Или даже вообще из их обычной коллекции. Это тени, которые наравне, я бы сказала, с люксовым сегментом. Ну, я обожаю пользоваться ими, когда я хочу какой-нибудь такой акцент. Вот типа такого золотистого оттенка у себя на внутреннем уголке глаза. Или вот что-то вроде такого. У меня... Вот здесь, по-моему, уже даже ничего не осталось. Или они высохли. У меня был другой оттенок, он был не таким золотым, он был более как медным. И он у меня закончился. То есть я его и выбросила, а вот это у меня осталось. Я хочу это пока еще не высохло закончить. Тени жидкие от Наташи Диноны. Chromium Liquid Eyeshadow. Я думаю, что... Ого, посмотрите на этот пигмент. Видите разницу, да, вот между этими тенями и ее обычными пудровыми тенями. То есть разница, она очень большая. Да, эти тени я 100% оставляю. Нужно их использовать быстрее, потому что они имеют тенденцию очень быстро портиться. И вот так выглядят у нас свочи теней Chromium Liquid Eyeshadow от Наташи Диноны. Очень красиво, не правда ли? Ну вот и все, ребят. Я думаю, что мы закончили с нашими тенями, с нашим расхламлением. Ура! Мы это сделали. Кстати, ребят, я совсем забыла показать вам. Здесь у меня хранится другая косметика. Это более как ежедневная косметика моя. И вот эти две палетки я, естественно, решила пока оставить. Да, вместе с Шарлотой Тилберри и вместе с нашей Пэт Макграсс и ее Divine Rose. Да, это мы 100% оставляем. Нам удалось избавиться от целых 24 палеток, которые находятся у нас в этой корзине. Да, и корзина, как мне кажется, наполовину полная. Она более чем полная. Скажем так, недостаточно палеток для того, чтобы пользоваться ими в течение 5 лет. Точно. И самое интересное, у нас осталось 36 теней. Как палеток, так и жидких теней. И плюс ко всему, я не почитала еще 4 жидких теней. Также от Elf и от Наташи Диноны. В общем, я на самом деле очень даже, знаете, рада, что так получилось. Не слишком я много удалила из своей коллекции. И не слишком мало, и не слишком много осталось также. Ну, как-то, мне кажется, золотая середина, можно сказать и так. Также скоро, ребят, вам все ожидают на этом канале расхламление блесков, помад. Все это будет в одном видео, скорее всего, потому что пришло время, я уже это прям чувствую. В общем, мы начали с теней, и мне кажется, у нас это очень хорошо получилось. А вы как думаете? Да, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне будет безумно приятно и интересно узнать, делали ли вы какое-то расхламление весеннее в вашем доме или в ваших залежах косметики. Так тоже говорят правильно же. Будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этого всего. И еще мне будет безумно приятно, если вы поставите лайк под этим видео. И также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. И если вам нравится косметика, макияж и лайфстайл, то тогда этот канал вас не разочарует. Да, ребят, я с вами не прощаюсь. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok